ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА Материал о ходе работ англичан, по изданию ураниевой бомбы – все на 155 листах. Сам Фукс, в прошлом германский корпорант, физик, работает специально по этому вопросу в лаборатории университета в Бирмингеле. Ему вручено 10 фунтов на организационные расходы. И Черняк, и Коваль, и Адамс получили высокое звание героев страны. Причем Ян Черняк первым, и что особенно важно, еще при жизни. 28 сентября 1942 года в Лондон. Совершенно секретно. Материалы Фукса о работе над урановой бомбой представляют интерес и нами используются. Необходимо получить основной отчет. Вызовите Фуксы, поставьте задание осветить следующие вопросы. Состояние работы в университете в Бирмингеме, Берингеме и Уитингтоне. В частности, общую схему сепарационной установки. Результаты, полученные с пористыми мембранами и методом С. Заместитель директора. Появился новый специалист. Рядовой армии США Жорж Коваль. Вот этот документ от 22 декабря 1945 года, который Коваль передал с риском для жизни. Из донесения начальника первого управления ГРУ в отдел С на имя Судоплатова 22 декабря 1945 года. Изготовленный полоний отправляется в штат Нью-Мексико, где используется для создания атомных бомб. Полоний производится из висмута. На 1 ноября 1945 года объем продукции завода составил 300 кюри полония в месяц, а сейчас доведен до 500 кюри. О производстве полония и его использовании нигде не сообщалось.